Волна анонимного терроризма в очередной раз накрыла Чебоксары. Сегодня 14 столичных школ получили электронные письма с угрозами. На место ЧП сразу прибыли наряды полиции, кинологи и специалисты взрывотехники. Наша съемочная группа успела побывать в 59-й школе, ученикам которой тоже пришлось эвакуироваться. Вот так вот построились и вышли. Классный руководитель 2-го Б59-й школы рассказывает, что дети не волновались. В начале года прошли учения, поэтому как действовать во время чрезвычайной ситуации, школьники знают. Произошел звонок, сигнал, мы быстренько взяли курточки, шапочки, построились по два человека и вывели детей по эвакуационным выходам. Конечно, немножечко было жутко, потому что это все так спонтанно. Но ничего, мы справились, мы все эвакуировались вовремя. Сообщение поступило в 10 часов, когда в кабинете директора проходило совещание. Вошла секретарь с телефонограммой. Была информация, что сегодня в любой момент, может быть, произойдет взрыв. Мобилизованы силы, так скажем, была задача всех быстро эвакуировать. И мы шли, все заместители тут же прошли по всей школе и проверили наличие всех работников и детей по всей школе. О том, что произошло, сообщили в управлении образования и службу 112. Практически сразу в школу приехали кинологи, взрывотехники, ОМОН и служба скорой помощи. Все это время дети гуляли на спортплощадке. Мы сидели на уроке, включилась сирена, учитель сказал нам вставать с мест и идти эвакуироваться. Мы сложно встали и нас повел учитель к выходу. С начального класса мы тренировались. И так было всегда. Школьники могли пойти домой после того, как им разрешали учителя или детей забирали родители. В школе у нас бомбу положили, забили вершку в первом классе учиться. К чрезвычайной ситуации все стороны оказались готовы. Директора школ очень оперативно отреагировав, позвонили в первую очередь в структуру МВД. Потом они начали в это же время выводить наших детей в безопасное место. Хочу сказать, что очень отлаженная работа была между сотрудниками МВД и директоратом наших школ. На данный момент дети отпущены из школы домой. Завтра наши школы будут работать и функционировать в рабочем режиме, в обычном. Неплановый выходной, длительная прогулка на свежем воздухе сегодня была у учеников 14 школ столицы. Были эвакуированы более 10 тысяч детей и взрослых. Но, как отмечают педагоги, выполнить задание ученикам придется. Учебный план никто не отменял. Татьяна Молокова, Сергей Адышкин, Республика. Ну а Министерство внутренних дел по Чувашии проверило все школы, относительно которых поступили сообщения. Полицейские завершили проверку на объектах, где по сообщению анонима были якобы установлены взрывные устройства. Все помещения, о которых говорилось в электронных сообщениях, были тщательно обследованы специалистами и служебными собаками. Информация оказалась недостоверной. Проводится мероприятие по установлению лиц, причастных к заведомо ложному сообщению о заложенных бомбах.